Смотрю, как здесь украшены витрины. Вот интересный такой костюм. Очень интересно его посмотреть в геометических фигурках. Как всегда белый цвет. Беспрогрошный вариант. Ляняные платья. Кстати, стоит недорого. Греем 20-250. Вот недорого. Цветочек, кто любит. Такая веселенькая витрина. А я вот еще в сумке шопера. Сейчас хочу зайти посмотреть, какая их цена. Сумки шопера. Выглядит такая интересная сумочка. Вообще такой интересный образ. Джинсовые шорты. Не очень короткие. Белая рубашка. Шляпа от солнца. Хороший образ. Кстати, образ в этом защитном цвете. Тоже очень красиво смотрится. Молодцы, девочки. Делали такой приятный утрен. Вот еще посмотрим на полоску. Эти платья, которые мы вы видели на витринке. Из натуральной ткани. Цветочек. Вот, пожалуйста, тоже на приставленный. Мало аксессуаров. Конечно, нужно было бы красиво витрином создать. Добавить аксессуары. Ну что, зайдем в этот магазин. Посмотрим, что здесь есть. Я все-таки хочу посмотреть на какие-то эти платья. Попробовать их качество. Да? Это натуральные какие-то ткани. Это нет. Это какой-то акрил. На ощупь неприятное. Все-таки для лета лучше что-то такое натуральное. И тянет меня на вот этот вот костюмчик. Вот такая юбка, как называется. Это юбка с таким большим, как балдахином. Он тоже шелковый или акриловый. Такой ненатуральный материал. Ненатуральный материал. Вот такой бежурный. Привет. Все такое ненатуральное, какое-то. Для китайского. Вот интересный образ можно было бы использовать. Прозрачный такой джемберочий. Не джемберочий, а какой-то жакет или пыльник. Скорее всего, это пыльник. Интересный. А вот хочу показать, как интересно скомпонованы лаймовые оттенки. С черными, с противнокостюмами и с платьем. Это сейчас, наверное, цвет лета. Очень много желтого. Лаймовый. Вот, это голубое. Уже не одевают модельки обувь. Недорабатывая здесь, конечно. Витринистый. Дальше мы пойдем посмотрим здесь вот. Домашняя одежда. Отсвечиватель на окно. Такие мощные платики. Такие комплексы. Здесь нечего смотреть. Что-то вроде какого-то, какого-то не знаю. Смотрю, как здесь упрашиваем. Вот интересный такой костюм. Очень интересно его посмотреть в геометрических фигурках. Как всегда белый цвет. Беспрогрошный вариант. Лининые платья. Кстати, стоят недорого. Две 250. Недорого. Цветочек кто любит. Такая веселлингая витрина. А я вот еще сумки шопера. Сейчас хочу зайти посмотреть, какая их цена. Сумки шопера. Выглядит такая интересная сумочка. Вообще, такой интересный образ. Джинсовые шорты. Не очень короткие. Белая рубашка. Супер просто. Шляпа от солнца. Хороший образ. Кстати, образ в этом защитном цвете тоже очень красиво смотрится. Молодцы, дырочки. Делали такой приятный витрин. Еще посмотрим на полоску. Эти платья, которые мы тут видели на витринке. Из натуральной ткани. Цветочек. Вот, пожалуйста, тоже на пристанную. Мало аксессуаров. Конечно, нужно было бы красивой витрин создать. Добавить аксессуары. Ну что, зайдем в этот магазинчик. Посмотрим, что здесь есть. Я все-таки хочу посмотреть на вот эти платья. Попробовать их качество. Да, это натуральные какие-то ткани. Это нет. Это какой-то акрил на ощупь неприятное. Все-таки для лета лучше что-то такое натуральное. И тянет меня на вот этот вот костюмчик. Вот такая, наверное, зубка, как называется. Это ябка с таким большим балдахином. Он тоже шелковый или акриловый такой ненатуральный материал. Ну, ненатуральный материал. Ну, вот такой лежит. Привет. Все такое ненатуральное какое-то, а-ля китайское. Вот интересный образ можно было бы использовать. Прозрачный такой джемберочек. Не джемберочек, а какой-то жакет или пыльник. Скорее всего, это пыльник. Интересный. Мне не нравится, как она выглядит. Просто примерила, чтобы... Примеряю еще котуновый пиджак. Сегодня решила показать витрине у маленьких магазинчиков. Платье, наверное, это уже готовится для выпуска. Мы подремонем. Вот такой магазинчик. Вот так выглядит. У меня все какие-то витрины недоделанные. Нет сумок, нет аксессуаров. Нет обуви в носу. Спасибо.